Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала ОМАРКЕТС с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем, постим большое количество аналитического контента. Уверен то, что какая-то информация точно вам будет полезна, потому что мы охватываем все сегменты финансовых рынков и всегда открыты к предложению. Если есть особое пожелание со стороны клиентов ОМАРКЕТС добавить в анализ что-то еще, обязательно пишите об этом. Сделаем. Повестки текущего экономического календаря с сегодняшнего дня. Честно говоря, выделить какой-то отчет сегодня не представляется возможным, потому что статистика как минимум второсторная. Я предлагаю не распыляться на незначительные релизы, а сфокусироваться уже на завтрашнем дне, когда выйдет блок макроэкономических данных по Китаю. Это традиционно комплекс статистики, которые включают ВВП, промышленное производство, инвестиции в народное хозяйство, да и в целом еще подкомпоненты, которые помогают нам оценить то, что происходит с китайской экономикой. Сейчас это очень важно, друзья, потому что мы с вами анализируем экономические условия в Китае как очень важные для нас, потому что мы верим в рост рынка нефти и полагаем, что экономическое восстановление китайской экономики, рост деловой активности впоследствии окажет рынку черного золота неплохую поддержку. Ну, обо всем по порядку. Давайте сегодня начнем традиционно с американского доллара, индекса доллара. Сейчас котируется на отметке 108 пункта, даже чуть выше. Максимум вчерашнего дня был на отметке 108.40. Мы перевыполнили уже все те цели, которые ранее обозначали, поскольку были абсолютно уверенными в том, что ФРС будет активно повышать процентную ставку, а инфляция как росла, так и будет продолжать это делать. Напомню, друзья, то, что я еще несколько месяцев назад вам говорил, что индекс потребительских цен в США превысит 9%, потому что другого быть не могло из-за скачка цен на продовольственные товары и из-за значительного роста цен на углеводороды. И вот по прошествии нескольких месяцев мы сейчас вместе с всеми трейдерами, инвесторами фиксируем вот эти беспрецедентные, я позволю себе использовать это слово, показатели по индексу потребительских цен в 9,1%. То есть фактически мы можем точно сказать, что инфляция в США, ведущей экономики мира, сейчас находится на самых высоких значениях среди всех развитых стран. И рассуждая дальше, опять же, отталкиваясь от того, что сейчас происходит с ценами на продовольственные товары в июле, друзья, потому что уже полмесяца прошло, с стоимостью топлива ничего не идет на спад. Напротив, есть регионы, в которых цены продолжают активно расти. И это говорит нам о том, что даже с учетом того, что мы увидели показатели в 9,1%, это, возможно, еще непредельные цифры, и инфляция может оказаться выше. Я даже не знаю, что будет с инвесторами, что будет с американским фондовым рынком. Если ближе к концу этого года мы увидим значение по инфляции в 10%, то есть двухзначная цифра, которая будет говорить уже о переходе инфляции в статус галлопирующей. Ну, это уже точно войдет в историю, да, наверное, как и текущий показатель, потому что это просто немыслимо для экономики такого масштаба. Напомню, что когда мы готовились к цифрам по инфляции, у нас был основной сценарий, что если индекс потребительских цен превысит существенно прежнее значение, 8,6%, то 100% американский регулятор на следующем заседании будет активнее бороться с инфляцией. И если до выхода отчета по инфляции, согласно инструменту FedWatch, была вероятность того, что американский регулятор повысит процентную ставку в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов, то сейчас уже очевидно, что ставку могут повысить на 100 базисных пунктов. И у нас есть уже подтверждение, друзья, того, что такой сценарий стал активно уже обсуждаться, потому что несколько голосующих членов американского регулятора, Бостик, Баркин и Мейстер, которые выступили вчера, плановое выступление пресс-конференции, просто совпавшее с выходом отчета по инфляции, отметили, что лично будут поддерживать идею, что ставку нужно повышать еще активнее. Поэтому ждем 27 июля. Это заседание американского регулятора. Настраиваемся на то, что ставка будет повышена на 100 базисных пунктов. И серьезно допускаем, друзья, что индекс доллара может отправиться в район 110 пунктов. Почему бы и нет? Доллар японской иены. Еще одна сделка, которая принесла нам неплохой профит, потому что рост продолжается. Сейчас котировки 138, это еще не предел. Цель, которую ранее я подсвечивал 140 иен за 1 доллар, она никуда не делась. И после последнего отчета по инфляции я более чем уверен, что до этого уровня пара точно доберется. Поэтому, если вы уже участвуете в этом мощном бычем ралли, молодцы, эта сделка уже приносит хороший профит. Европейская валюта против доллара. Очередной тест паралитетного значения сейчас 1,0030. То есть, отбились от уровня. Да, уровень серьезный, мощный, технический, и там быки сопротивляются. Это понятно. Для того, чтобы европейская валюта преодолела этот психологический рубеж, нужен какой-то дополнительный фундаментальный триггер. Но лично я думаю, что этим триггером уже выступили вчерашние данные по инфляции. В США, ну, может быть, сейчас продавцы хотят уже дождаться непосредственно июльского заседания Федрезерва. И когда увидят вот это повышение ставки на 100 байсных пунктов, продавить этот уровень и отправить пару евро-доллар поближе уже к значению 0,95. Почему бы и нет? Чем чаще будет тестироваться сейчас значение паритета, тем активнее будет последующая просадка и провал по этой валютной паре. Почему евро снижается? Это уже, наверное, риторический вопрос. Каждый из вас, если следит за моими врифингами, уже должен иметь десяток аргументов, почему евро аутсайдер. Но самое главное из них это риск рецессии, которой европейская валюта уже практически оказалась. И каждый отчет, который мы получаем по европейской экономике в последнее время, доказывает, что вот риск и опасение того, что еврозона уже оказалась в затяжном экономическом спаде, он реализуется. Последний релиз по бизнес-оптимизму ЗЮ значение, друзья, хуже, чем были на пике пандемии в середине 2020 года. То есть тогда, когда 70% немецких предприятий не работало. Сейчас совершенно другие условия. Но бизнес в крайней форме негативного настроения и с особым пессимизмом смотрит в будущее. Это плохо. Это говорит о том, что все-таки рецессия, которую опасались, многие, она уже фактически наступила. Модис комментирует ситуацию по Северному потоку, отметив, что если его работа не возобновится через 7 дней, то есть 6 уже дней планово, то европейскую экономику в целом и особенно Германию ждет небывалый спад, затяжной кризис, который может затянуться на несколько лет. Я считаю, что так оно и будет, потому что очень сильна зависимость Германии от поставок российского газа. И большая часть по структуре потребляемого энергосырья в Германии как раз соотносится именно с газовыми поставками. Отсюда, друзья, ожидание, что евро будет дешевле доллара. И эта ситуация может измениться только тогда, когда американский регулятор притормозит с повышением процентной ставки. Я не думаю, что это может произойти до конца этого года. Золото ждем в районе 1700 долларов за тройскую унцию, ничего не меняется. Американский фондовый рынок вчера, вы все видели, дрогнул после выхода отчета по инфляции. И теперь только лишь осталось дождаться, когда же все-таки начнется очередная волна выхода инвесторов из фондов. Допускаю, что для того, чтобы это произошло, индексу нужно скорректироваться на пару процентов, и там уже паника сделает все оставшееся. Цели 3500, как и раньше. Рынок нефти 100 долларов за баррель. Фонд не меняется, поэтому просто, друзья, ждем итоги встречи Байдена с руководством Саудовской Аравии и настраиваемся на дальнейший рост, как я уже говорил в начале этой недели. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.